Пожар у квартиры был, кажуть, хвилин 10, але усе покои чорные. Огонь вельми худко распаусюджывался. Спочатку, кажуть господары квартиры, загорелась кодра на канапе, где сядет трехгадовый малый. На счастье, мать была недалека. Ребенок сидел возле яла, и оно полыхало. Я его отшвырнула, и это все. Я давай это быстрее тоже жить, на дочку старшую стала кричать. Говорю, уводи его. А как и дело сгорелось? Не знаю, как оно загорелось. Даже и пожарные не могут понять, от чего и что. Кудру, кажет Татьяна, и она схопила и отнесла в ванну, але полумя перекинулась на шторы. Потым на столь. Ёну квартиры был натяжный, и почао худко плавиться. Загорел сам диван. Вследствие этого загорелся натяжной потолок, и вот тут произошло распространение по всей площади квартиры. Потому что натяжной потолок начал гореть и плавиться. Плавленный натяжной потолок капал на кресло, на другие предметы мебели. И пожар сразу, практически по всей площади начал гореть комната. Коли до дома подъехали пожарные разлики, Татьяна и трое ее детей чекали до помоги на улице. Главное, все живы и здоровы, поэтому устраивайтесь. Да, счастье, это дети живые. Шесть хвилин спотребилось оборотовальникам, чтобы ликвидовать пожар. У его причинок зараз разбираются специалисты. По одной из версий, до узгорания провели детячая гуль не за гнем, але это не докладно. Ждется проверка, в ходе проверки все версии отработаются. И тому же, сто процентов, мы будем иметь информацию о возможной причине узнавания пожара. До месяца трагедии подъехали и медики. Урачи приняли решение двоих малых шпитализовать. Кажут, наступства от отручевания продуктами горения могут проявиться не одразу. Поступили они, состояние расценивалось как тяжелое, то есть проводилось обследование, инфузионная терапия, кислородотерапия. И наутро состояние их стабильное, и они были переведены в пульмонологическое отделение для дальнейшего наблюдения. Пока дети в больнице, мать и бабуля спробуют прибрать у кватеры. Конечно, надо помнить, чтобы помогли. Все-таки многодетная семья. Олеся Рыбалка, Наталья Ильинич, Александр Артемиев, Новин Региона. Субтитры создавал DimaTorzok